Алтай 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 венчает покрытая вечными ледниками ослепительная гора Белуха, уходящая белой двуглавой вершиной в облака. По многочисленным легендам и преданиям, именно здесь находится страна праведников – Беловодье. По другим поверьям, энергетический мост связывает Белуху с Эверестом. Здесь находятся так называемые пуп земли, также энергетически связанные с космосом, дарующие людям заряд бодрости и здоровья. Все пространство покрыто пестрым ковром ярко цветущих трав. Маленькие ручейки собираются в речки, бурлящие воды которых бешено мчатся по камням и порогам, оглашая рокотом тесные ущелья. Холодом веет от белой пены воды. В солнечный день разноцветие радуг визнет над ревущими водопадами. Восточный Казахстан – край лесов. Нередко это непроходимые заросли, где еще не ступала нога человека. Весной леса нарядны и нежны. Пьешь чай с малиновым вареньем, поддеваешь на вилку соленый хрустящий гриб и вспоминаешь лес летом, когда ветерок разносит далеко по лесу ароматные волны и собирает здесь любителей полакомиться дарами природы. Огромные пространства занимают степи. Они особенно прекрасны в пору цветения. Богата фауна края. Здесь обитают более 300 видов различных птиц. Около 60 видов млекопитающих. Хозяин лесов – бурый медведь. Сохранились морал, лось, косуля, волк, рысь, соболь и росомаха. Многие виды животных и птиц занесены в Красную книгу. В области создано три государственных природных заповедника. Восточный Казахстан – земля, неповторимая каждым своим уголком, и больше в природе такой не существует. Чтобы познакомиться с ним, нужно поездить по его дорогам, проплыть по рекам и озерам, пройти пешком или верхом на коне, вдохнуть дымок костра. Почувствовать зной пустынь и прохладу ледников. В течение нескольких часов вы можете побывать на побережье Бухтарминского моря, где температура воды летом плюс 25 градусов. А спустя 20 минут перелета на вертолете вы будете мчаться на горных лыжах среди цветущих альпийских лугов и кедрового леса. Прекрасный альпийский мед, лечебные травы, кумыс, панты, великолепный целебный воздух помогут вредиться энергией и здоровьем. Туристская фирма «Рахмановские ключи» предлагает богатый выбор туристических маршрутов. Рафтинг по рекам Берель, Бухтарма, Ульба, конные туры в горах Алтая, пешеходные и автомобильные маршруты, катание на горных лыжах, восхождение на высочайшую вершину Алтая гору Белуха. Белуха, как мощный магнит, ежегодно притягивает к себе тысячи туристов. Это и альпинисты, стремящиеся достичь ее вершин, и горные туристы, путешествующие в ее пределах, и сплавщики, устремляющиеся по Катуне, Береле и Бухтарме. С каждым годом поток туристов возрастает, и практически каждый серьезный турист считает своим долгом посетить Алтай и Белуху. Совершить восхождение на Белуху самым простым маршрутом по плечу любому желающему. Маршрут второй категории сложности проходит по Катунскому леднику в сопровождении опытных проводников-инструкторов. Доставка к началу маршрута всего за 10-12 часов от аэропорта Остскоминогорска и можно любоваться красавицей Белухой из окна автомобиля. Конный маршрут алтайскими тропами по живописным местам горного Алтая выходит прямо к подножью Белухи на Берельский ледник. Уже два года подряд фирма «Рахмановские ключи» является организатором международного фестиваля Белуха. Сотни туристов из многих стран мира собираются у подножья Священной горы на берегу озера Язевое. Тот, кто хоть однажды увидел Белуху, на всю жизнь запомнит ее божественную сверкающую двуглавую вершину, а туристическая фирма «Рахмановские ключи» поможет осуществиться вашим мечтам.